К следующему году в каждой школе должны появиться свои театры. Такое поручение дал президент России. В Ульяновской области функционирует 60 школьных театров, куда вовлечены 2000 учеников. С труппой театрального объединения «Старый вокзал» пообщалась Ирина Шмыгова. Бессонница, что ли? Суплер мешает, суплер ушел. Очень кончено. Актрисы театрального объединения «Старый вокзал» ведут светскую беседу. Сегодня они героини рассказа русской писательницы Тэфи. В роли сплетницы ученица девятого класса Анастасия Богушевская. Любовь к сцене у девушки с детства. И у нее уже есть свои секреты блестящего выступления. Я пробовала, когда что-то драматическое читаю, читать какие-то стихи про войну. Это очень так настраивает. Театральному объединению при многопрофильном лицее номер 11 15 лет. За это время из школьных стен выпустились сотни талантливых молодых людей. А само объединение ежегодно становится победителем творческих конкурсов. Сейчас в труппе 30 учеников. Они создают спектакль с нуля, изучают историческую эпоху, исследуют музыку конкретных лет, шьют костюмы и играют на сцене. Каждый ребенок, который играет в театре, это человек особой культуры, на мой взгляд, потому что он умеет ценить прекрасное и умеет воплощать это на сцене. В 2024 году подобные театральные объединения должны появиться во всех образовательных учреждениях региона. В Министерстве просвещения и воспитания убеждены – можно и раньше. На уровне региона была создана дорожная карта, которая предусматривает и кадровый потенциал, курс повышения квалификации, также и, конечно, повышение уровня материально-технической базы. И, конечно же, это предусмотрено различных конкурсов, поддержки и грантов. Планируется, что уже в следующем году на базе школ появится около 400 театральных объединений. Создание в регионе системы школьных театров станет социальным лифтом для талантливых детей. Ирина Шмыгова и Сергей Свешников. Вестия. Ульяновск. Субтитры создавал DimaTorzok